Классное приложение для голды World of Tanks. Ссылка в описании. Здравствуй, мой дорогой зритель! Тебя приветствует Сантехник и сегодня разговор проект Тигр. Замечательная машина 9 уровня в ветке Германии. Но кому-то замечательная, кому-то это испытание. Скажем откровенно, не всем она зайдет. И у меня бывает от нее подгорает. Но в целом давайте попробуем разобрать ее на винтике и посмотреть, что ж такого хорошего или плохого в ней имеется. И сначала мы перейдем к броне. Броня крепка и танки наши быстрые, говорили они. Ну, насчет быстро, я думаю, вы догадываетесь, что эта машина крайне медленная, крайне неповоротливая. А что ж тут с броней? Давайте пробежимся. 25, так, 40 миллиметров крыша моторного отсека. Ну, как бы, сами понимаете, 45 крыша рубки. Артиллерии некоторые низкоуровневые не пробивают. То есть, бывает, без пробития кладет прямо в крышу. Но обычно, вы сами понимаете, что такое случается крайне редко, потому что обычно сюда заходят с полным уроном, несмотря на то, что 45 миллиметров это как бы совсем немало для крыши, потому что, ну, у многих там гораздо меньше. Так, 60, 80, 80 миллиметров борт. То есть, сами понимаете, что слабенький борт. Катком ни на кого выезжать нельзя. Дело в том, что тут еще и трансмиссия спереди, поэтому при попадании в лоб здесь вы можете остаться без двигателя. Сейчас в лоб машины эти не горят, то есть, трансмиссии не загораются, но кретануть двигатель вам вполне себе могут. И вот эта вот выступающая часть говорит о том, что вас сюда будут пробивать, если вы как-то неаккуратно выйдете. Кроме того, можно как-то немножечко, чуточку подворачивать, потому что приведенка здесь все-таки какая-никакая имеется. И, в целом, чутка рамбовать можно. Можно танцевать, как говорят, то есть, двигаться вот таким вот образом, и тогда вас сложнее будет пробить. Далее, поехали. 100 миллиметров нижний бронелист. Как бы, вроде бы, даже какая-то приведенка имеется, но, честно говоря, туда нас пробивают, ну, чуть меньше, чем все. То есть, пробивают туда активно все, кому не лень. Поэтому лучше работать от какого-то препятствия, которое закрывает наш нижний бронелист. Далее, 150 миллиметров. А вот здесь уже оптимистично. Здесь уже приведеночки побольше. И далеко не все нас пробивают. Ну, еще, если чуть-чуть рамбануть, то, как бы, как бы так, там какие-то углы имеются. Но, опять-таки, верхний бронелист десятки, как правило, нас пробивает. Но можно и танкануть. То есть, уверенно сказать, что этой машиной можно танкануть любой снаряд, нет. Не рассчитывайте на это. Голдой пробивается верхний бронелист. Эта машина, ну, если не легко, то относительно, относительно просто. 250 миллиметров рубка. Давайте посмотрим. Небольшой совершенно наклончик имеется. Но рубкой мы можем танковать достаточно серьезные снаряды. Даже от ПТ-шек, если они стоят далеко. То есть, фактически, рубка у нас очень хорошая. Но вот здесь вот вам понадобится оленемер. Я ни в коем случае не рекламирую этот мод. Но, в целом, на своем опыте, я хотел бы сказать вам, что чем лучше статистика у противника, который выезжает на вас, тем больше шансов, что он зарядит голду. А голдой в рубку пробивается эта машина, ну, как правило, легко. Потому что там 300 плюс пробития достаточно для того, чтобы нас уверенно пробивать, даже если вы чутка подворачиваете корпус. Вот как-то такая вот у нас невеселая история. Ну что ж, давайте обратно в ангар. Итак, после всего вышесказанного, хотелось бы рассмотреть остальное. Что у нас имеется? Ну, во-первых, радикально слабая подвижность. Эта машина как бы является тренажером перед боссом, то есть перед финальной, заключительной машиной, которая вытекает из этой, то есть Ягд ПЗ Е100. Почему тренажер? Потому что такая же неповоротливая. Есть броня, ну, здесь, конечно, ее поменьше, чем у Ягд ПЗ, там посерьезнее. И имеется офигенная пушка. Кстати, в отличие от топовой машины, у этого орудия есть свои преимущества. Она не такая косая, ну, во всяком случае, она сводится достаточно быстро, достаточно точная, имеет хороший пробой, которого достаточно против всех десяток, и неплохую Альфу в 560. Конечно, расскажите БЛ-10, что 560 это много, потому что там 750. Но, с другой стороны, высокая скорострельность, достаточно высокая, плюс броня, это машина передовой. То есть, фактически, она должна продвигаться с тяжелой техникой. У нее есть, конечно же, большие недостатки, в том, что она неповоротливая, медлительная, и бывает такое, что приезжаешь на фланг, там никого нету. И ты уже не успеваешь ничего ни настрелять, ни помочь команде, потому что ты не угадал с направлением. Или, наоборот, ты приезжаешь на фланг, там, с одним или двумя союзниками, а там вся команда врага, и ты ничего не можешь делать, потому что удрать у тебя тоже не получится. Ну, и, конечно же, машина очень сильно страдает от артиллерии. У меня было несколько интересных боев, но показать я хочу только один. Потому что он действительно на фоне его, как бы все остальные бои, ну, просто какие-то скучные и унылые. А этот выдался, ну, вот таким вот. Ну, давайте вперед посмотрим. В дополнение, хотелось бы отметить, что эта машина обладает, пожалуй, не очень высокой скиллозависимостью. Хороший ты игрок или плохой, разница здесь не так велика, как, скажем, на ЛТшках, СТшках, или на некоторых тяжах, но все равно, как бы, имеется. Потому что борт противнику подставлять нельзя, каток нельзя, НЛД нельзя. Ну, иногда некоторые можно ВЛД подставить, но явно не Е5. Я человек простой, вижу Е5, заряжаю в голду, потому что разработчики никак не хотят признать, что это имба переапанная, и на ней статисты там, или просто хорошие игроки, и очень любят покатывать, потому что эта машина, ну, как бы, ну, вы поняли, короче, слишком хорошо. Вот, чего не скажешь, проект Тигра, который вот и от артиллерии страдает, и все его избивают, кому не лень. Но иногда мы можем творить некоторые вещи. Ну, вот, сейчас пытаюсь все-таки кому-нибудь дать по щам. Ну, вот, наконец, Е5 стреляет мне в рубку, не пробивает, ну, зато ломает мне пушку, большое спасибо, минус ремка. Но все-таки одно пробитие дать смог, как бы, этого очень и очень мало. Мне, у меня, как бы, программа минимум, там, давать, ну, 4-5 пробитий хотя бы, хотя бы, там, 5. Ну, вот, очень было бы неплохо. Ну, а лучше, конечно, больше. Двигаюсь вперед, потому что понимаю, что левый фланг мы полностью потеряли. И здесь надо уже просто расстреливать вот этих вот двух Е5, которые здесь, ну, край как мешают. Наш Е5 все делает правильно, поджимает сверху, ребята, тоже поджимает. В общем, все неплохо, помогает двумя выстрелами по Е5 в борт. Вот, все, в принципе, на этом фланге хорошо. Но если посмотреть сверху на полосочку запаса прочности, понимаем, что все печально. Ну, сдаваться я не собираюсь, потому что, потому что программа минимум еще не выполнена. Надо ее как-то выполнять. Вполне возможно, удастся к нам треснуть тут по щам и, что, собственно, пытаюсь и сделать. Выцеливать пытаюсь, ну, никто не подставляется, как обычно, но ладно. Так, вот подставился светлячок, минус Т49, это, кстати, очень хорошо. Я понимаю, что слева Е5 долго не проживет. Здесь, как бы, тоже все очень печально. Счет у нас 6-11, как видите, такое, как правило, не тащится. Ну, там что-то наш ТВП агрессирует, тем более убили вражескую арту. Это очень меня обрадовало, потому что дает мне какие-то шансы. Дает возможность по кому-нибудь еще пострелять. Так, выкатываюсь, жду, ну, может кто-то подставится. Ну, подставляется бортом СТ-1. Это не может не радовать, правда, в этот момент уже выкатился третий дед и напоминает мне о своем присутствии. Да, остается у нас всего-то навсего трое против целой кучи врагов. Ой, ну что делать? Ну, сдаваться тоже не хочется. Надо, надо драться, тем более пушка хорошая у нас есть, которая может огорчить, ну, практически любого противника. Например, того самого моего обидчика в лице ИСа-3. ИС-7 подъезжает, не смотрит на меня, его ошибочка. Очень хорошо. Ко всему еще надо сказать, что пушка достаточно точная, достаточно для того, чтобы карать всех противников. А так как мы достаточно медленные, то мы можем, ну, как бы это так сказать, стабилизация у нас неплохая в итоге получается. Медленно перемещаемся, а стало быть, круг разброса небольшой. Так, ИС-7. Есть минус, отлично. Так, ко мне приехал Е5 и помогает. Это очень хорошо, меня радует, потому что, ну, блин, одного меня тут запинали. Шкода ТВП разряжается по мне. Даю ей в ответочку. Отлично, есть еще один минус от Е5, который здесь очень хорошо помогает. И, конечно же, конечно же, отдельный респект Е5, который на втором фланге прожил, ну, очень долго. Конечно, его тут разобрали. Там слишком много врагов, тем более он один. Ну, и как бы ощущение безысходности. Противников еще слишком много. А нас уже всего лишь двое. Казалось бы, такое не тащится. Но, все равно, как бы программа минимум выполнена, теперь можно кого-нибудь огорчить. Я еду контрить эту сторону, чтобы не дать противникам заехать нам в корму, пока Е5 разбирается с шотным там ТВП. К сожалению, Т-30 падает в ямку. Не удается дать ему пробития, увы. Но, тем не менее, я его как бы задержал. Так. С СТ-1 размениваемся непробитиями, что тоже не может не радовать. Задерживаю я этих ребят, даю время Е5 разобраться там со своей стороны. Так, СТ-1 смотрит на Е5, а стало быть, подставляет мне щеку. Не защищена щека. Можно хорошо ему набросить. Так, слева меня обходит Светляк. Вот тут я уже подумал, что все. Потому что Светляк с другой стороны СТ-1, думаю, сейчас мне больно сделают. Светляк слишком шустро уходит. Хотел ему дать свертухи, но не получилось. И что делать? Ну вот зажат я, грубо говоря, все, что меня спасает, это рельеф. Так, промахивается СТ-1, но, в принципе, здесь меня сложно было вызоветь. Наверняка там краешек только торчал. Но, сейчас ошибочку допускаю, разворачиваюсь на него. А надо было смотреть на Светляка. Ну, как бы Светляк немножко высовывается, поэтому позволяет мне захватить его. И вот здесь мне жутко, просто жутко везет. Вполне возможно, моя песенка была бы спета, потому что СТ-1 меня не пробивает. Тем временем забирает еще одну цель Е5. Я с вертухи просто добиваю Светляка, и внезапно мы остаемся 2 в 2. Ребят, я такой, ух, ничего себе. Представляете, какое было напряжение в тот момент? Аж руки тряслись. Ну вот, я здесь как бы выкатываюсь, но понимаю, что вроде бы как я могу быть шотным для СТ-1. И не очень хочется подставляться, тем более Е5 у нас тоже шотный. Так, СТ-1 пополз в другую сторону, отлично, Е5 дает ему пробитие. А стало быть, он теперь шотный для меня. Но я потихонечку переползаю в эту сторону, потому что он даже не догадывается, он думает, что я там стою. Ну, ладно, пускай так думает. Я не против совсем, чтобы он так думал. Ну и в последний момент он останавливается, я ему выцеливаю, он буквально там где-то под башней ему залетает. Ну, просто обалдеть. Есть минус, и теперь остается один только противник. Блин, ну давайте, давайте, дожимаем, потому что это все-таки, блин, ну медленная ПТ-хо, медленное ведро. Ну, сложно очень на нем какие-то результаты показывать. Т-30 в прицеле, и это очередной минус. Минус, и это такая просто безумная победа до дрожи в руках. Но в целом, ребят, я бы хотел подытожить, сказать, что машина на самом деле неплохая. Не могу сказать, что она там какая-то классная. Нет, ни в коем случае. Она такая своеобразный тренажер перед топовой машиной. Но в целом многих она порадует. Хорошей броней рубки, и, конечно же, великолепной, отличной пушкой с хорошей альфой, с хорошим пробитием, с хорошим, в принципе, с сведениями стабилизации. В общем, пушка у него класс. Ну, все остальное, ребят, ну что ж вы хотели при такой-то пушке, как бы так. Вот. Ну, на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, а пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok